Добрый день, друзья! Давно не было никаких видео-уроков на канале и хочу это восполнить. Пришла такая мне идея в голову на фоне одного момента из деятельности преподавательской. Ко мне пришел мужчина и говорит, мне нужно сделать подарок на одно мероприятие. Мне бы хотел сыграть на саксофоне. Ну, в общем-то, как бы это возможно. Я говорю, у нас времени, я думаю, предостаточно, потому что я предполагал, что где-то месяц это будет по времени. И мы успеем что-то сделать конкретно, если на одну мелодию только делать направление. На что последовал ответ нет. Вот будет в ближайшую субботу. То есть он пришел ко мне во вторник, в субботу уже надо было выступать, так скажем. И вот здесь вот возник вопрос, а что играть. Ну, сначала мы решили с ним играть саму Тамия, потому что посмотрел по аппликатуре. Она, в принципе, просто дается. Я уже эти эксперименты проводил. И результат был довольно-таки неплохой. Но это все было, конечно, в течение месяца. Так как здесь сроки поджимали совершенно, так скажем, да, и нужно было выходить из ситуации, решили... В общем, мне в голову пришла вот такая мысль. Я решил упростить, значит, в свое время была эта песня Strangers in the Night. Она похожа на нашу, кстати, умка, да, так скажем, вот, как-то ложки, снег, мешая. Похоже, однотипные такие есть там моменты. И вот если упростить ее вообще до, так скажем, совершенства, то она получится самая простая, наверное, что можно исполнить на саксофоне. И хочу сказать, что у человека это получилось сделать. Мелодию он выучил. Единственный момент, когда попадаешь в психологическую ситуацию, где нужно выступать перед людьми, конечно же, навык, все, что ты успеваешь приобретать за какое-то время, это все теряется. Потому что все-таки незнакомая ситуация, к ней нужно привыкать. И привыкают музыканты только путем того, что чаще играют на публике. Это есть такое... Ну, в принципе, это везде так. Поэтому, когда все-таки настал тот день, после того я спрашиваю, как все прошло, на что мне сказали, да, было все прекрасно, все плакали, все было замечательно. Единственное, у меня, говорит, дрожал звук. Я говорю, ну да, я предупреждал, что будет звук дрожать. Потому что, когда тебя трясет, от, так скажем, этого волнения, естественно, если нет такого навыка, то будет все передаваться и на губы. Но суть не в том, что это было все настолько, как бы, не так, как хотелось бы, да, допустим, не настолько вот, ну, получилось, как получилось, исходя из ситуации. Суть в том, что мелодию он все-таки сыграл. Говорит, я остановился, пару вдохов и продолжил играть. Эту самую мелодию плакали все. Вот эта фраза меня, конечно, зацепила больше всего. То есть, такой результат сделать тут не то, что моя заслуга. Скорее всего, идет в совокупности. И плюс ко всему человек занимался, то есть, он каждый день приходил и занимался, помимо как со мной, так еще и самостоятельно, просто оттачивал вот эти вот ноты. Вот эту вот аппликатуру, которую я сейчас покажу. И над звуком не было настолько нам возможности работать, вот как взял звук, то есть, подкорректировали немного, все как бы уяснили, поняли, и вот таким вот звуком играли. В общем, буквально вот вторник, среда, четверг, пятница, вот эти вот четыре дня, плюс самостоятельная работа, соответственно, из, то есть, три дня со мной позанимались, мы по часу позанимались, и вот день самостоятельной работы, еще помимо, то есть, этих всех дней, и был результат. И вот, приступим, значит, к этой теме, конкретно, вот к этой Strangers in the Night, что там есть, то есть, мелодия поется, та-та-та-та-там, то есть, есть атака языка, да, допустим, вот, играем мы ее с нотой соль, играли, что на альтушке, что на тернере, неважно, просто по аппликатуре, это самое простое будет, не надо никаких октавников нажимать, и не надо сильно вниз уходить, То есть все рядышком, все близко Плюс один момент нужно будет запоминать, что у нас будет фа диез при ключе И соответственно нажимать будем клапан фа диез И также по упрощению я не стал играть атаку То есть мы не стали отрабатывать, потому что на язык надо тратить очень много времени Что у нас получилось? Получилась у нас такая мелодия Прошу прощения, вот так вот бывает То есть примерно вот в таком случае Вот мы сыграли ключе То есть брали мы звук на фа без атаки Нижний звук я взял с атакой Дыхание мы брали произвольно И насколько у нас хватает И соответственно фразы мы конечно не делали То есть самое простое, что мы делали Это просто дули и учили аппликатуру Так, кофе Начнем с того, что если вы взяли первый раз саксофон в руки У вас есть какой-то навык умения извлекать звук и более-менее удержать Можете приступить как раз к изучению этой мелодии В самом минимальном контексте этого произведения Да, скажем так Что для этого нужно? Знать ее на слух Просто знать мелодически, как идет мелодия Да, допустим, ритмически Приближенно к ритму, к темпу и вот к самой мелодии То есть получается она у нас идет Надо будет ее слушать Вот здесь будет только один скачок Дальше будет опять так же Тут будет еще один скачок Но мы его, то есть по мелодии Но играть его не надо То есть можно завершить уже сразу И все То есть придется завершить прямо на этой же тонике С какой и начали То есть получается так Это будет вот такая короткая мелодия Но самая простая, что вы сможете вообще Как, так скажем, начинающий музыкант-скосфонист исполнить Итак, давайте разучим То есть у нас получается нота соль Она зажимается тремя пальцами То есть три клапана левой руки Зажимаем ноту соль И начинаем туда дуть Просто дуем и держим воздух Напор воздуха Для того, чтобы исполнить вот эту первую фразу Вот что нужно сделать Без атаки То есть без определения вот этой вот ноты В оригинале идет именно так Но мы играем максимально просто Поэтому Сыграли Дальше С той же ноты Соль Ля Си Ля Соль То есть мы поступенно Поднимаем один палец Второй палец И также его опускаем на ту же ноту То есть мы играем на трех пальцах Играем целиком фразу Вот что должно получиться Не обязательно играть приближенно То есть четко в темпе Играйте приближенно Вся задача Это держать звук И правильное, так скажем, нажатие на клапана Вообще по мелодии Легко запомнить здесь И именно вот по Если высчитывать, да Там это математически, так скажем Второй пальчик Третий Вот это вот Раз, два, три, четыре Ну как вот обычно бывает То есть у нас Можно либо так Либо так Кому как удобно Но старайтесь идти по мелодии Это будет проще И следующее То есть когда вы сыграли Да То есть Да 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 Протянули Да 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 Играем все на легато На одном потоке Без языка Дальше Мы опускаемся На один клапан вниз То есть мы здесь держим И зажимаем Фа диез Получается от этого Фа диеза Мы начинаем Та Да Да Совершенно ту же фразу То есть у нас идет секвенция Та Да 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 Получается опять Фа диез Соль Фа диез Фа диез Соль Ля Соль Все на одну Так скажем Ноту вниз На одну клавишу Да Кнопочку вниз Мы перешли Повторяю фразу Вот эту Можно взять дыхание И опять Прям вот Воздухом Потоком Без атаки Вот она фраза Получается Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа пережимают слегка активное давление оказывать на трость и трость может уйти в обертон либо на октаву выше то есть получится вот так именно в нижних регистр то есть вот слышите да и наверх она ушла здесь нужно как бы обратить на это внимание и слегка расслабить губы чтобы у вас низ взялся не важно что у вас будет трястись допустим звук или как-то будет все резко в первое время получаться это все можно потом скорректировать основная задача выучить текст следующее это также от ноты не мы идем теперь был фа диез теперь мы зажимаем здесь два клапана и здесь соответственно у нас все тоже зажатым также и вот здесь вот будет первый скачок на ноту до получается играем ми фа ми фа ми фа соль фа ми до отпускаем все кроме вот этого среднего пальца и у нас получается полноценная мелодия вот это единственный скачок который будет в данном так скажем произведение и он высокий то есть широкий скачок по диапазону тут нужно будет к нему тоже подготовиться и правильно сформировать губы дальше идет мелодия от ноты ля вторая часть вот так скажем нашего марлезонского балета получается все тоже самое по этим же секвенциям и нотам только от ноты ля и продолжаем получается ля си ля си ля си до си ля на что следует обратить до си переход чтобы не было вот этот то есть обычно люди не люди так скажем кто держит саксофон не имея еще достаточно правильной координации при так скажем нажать у кого-то сразу получается а кто-то немного задумывается как это сделать вот тут получается через ноту ля то есть нажимают два клапана потом как бы переходят на следующий нет тут вот нужно именно как бы синхронно и правильно перейти да ну просто перекинуть пальцы на клапанах и тогда получится вот то есть вот такое упражнение поделать да 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 интонации неправильные голоса у меня то да 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 и тогда в принципе у вас все получится то есть еще раз от ноты ля так же просто дуем без атаки языка на одном дыхании сильно кричать не надо все спокойно теперь опускаемся на ноту соль уже нам известность который мы начинали со ля соля также все точно также со ля си ля соль дальше опускаемся на фа диез мы его не забываем у нас фа диез приключаем также играем такую секвенцию соль фа соль фа ля соль получается а чтобы нам логически эту фразу закончить а не лезть вверх как правильно по тексту мы через ноту ля опускаемся на ноту соль с которой и изначально начинали получается а по оригиналу уходим на ноту ре опять скачок то есть вот такая вот у нас получается мелодия самая я не знаю что еще можно сыграть проще может быть и есть что-нибудь проще еще раз хочу для всех тех кто пишет комментарии я понимаю что вы вы немного неправильно то есть оцениваете скорее всего меня я конкретно для тех кто только что взял саксофон кому надо все разжевать кто не понимает я уверена говорю об этих вещах как она вот должно быть и комментарии типа того что да это невозможно либо еще что-то нет поверьте это возможно я понимаю вы прошли очень хороший путь прежде чем у вас уже все хорошо получалось это сложно но также есть все таки такие моменты когда из саксофона что-то вот если по желанию можно сделать самое можно что не на есть простое несмотря на звук несмотря на правильность атаки звукоизвлечения даже так скажем да просто конкретно вот такая задача то есть поэтому прошу вас надо неприятно просто это все читать порой и конечно ну не для этого у меня канал чтобы вот такие вот профессиональные так скажем с точки зрения профессионала просто обсуждать людей которые только сейчас вот берут саксофон то есть я как педагог именно настроен у меня канал на самый такой первоначальный уровень потому что люди которые хотят играть конкретно и четко это действительно стоит большого труда это не один год занятий это постоянные занятия ежедневные и повышение своего навыка здесь же конкретно вот что если потому что у многих есть мечта играть на саксофоне хотя бы одну мелодию с этой мечтой справиться реально вот на таких вот моментах что даже выбросить если вот как бы часть мелодии до выбросить выбросите какие-то вот именно моменты когда атака происходит да вот в этой strangers in the night она играется с там постоянно на языке то есть там ноты нужно совершенно другой мелодический рисунок я же тут показываем максимально упрощенный поэтому прошу вас такие комментарии типа это невозможно или знаю я таких педагогов и т.д. и т.п. ну не надо не унижайтесь пожалуйста вообще в глазах остальных кто смотрит и кто берет с этого канала то что ему нужно поэтому давайте еще раз попробуем по аппликатуре то есть начинаем с ноты соль просто дуем вы можете думать таким образом то есть насколько у вас хватает мощи но этого делать не надо сдерживаете поток воздуха и аккуратно все то есть у вас эта песня вообще по сути нежная сильно давить жать никуда не надо можете по такой вот короткой фразе играть и без атаки то есть сразу атаку звука то есть есть вот такая атака начало таз языка есть просто фу такое тоже имеет место быть опять на соль сыграли фразу с фадеза дальше с ми и вот на эту ноту до мы приходим вот она первая фраза то есть первое предложение дальше мы играем с ноты ля сыграли ля си ля си ля си до си ля соль ля то есть повторили опять соль ля соль ля держим в голове всегда вот эту вот мелодию соль ля си ля соль и опускаемся снова на фа диез фа соль фа соль фа соль фа диез соответственно фа соль ля соль сейчас минута либо вот так можно закончить я что-то сейчас перепутал минуту сейчас сыграю со второй части в общем можно концовку сделать немного заблудился с концовку можно сделать ну два варианта да по музыке там по мелодии но вообще сейчас вот как бы логически тогда ошибся там прошу прощения лучше по мелодии сделать фа соль фа соль фа соль фа вот как я же не доиграл там эту фразу фа соль фа соль ля соль можно вот так получается либо то есть дополнить ее правильно получается сыграть во втором варианте то есть фа соль фа соль опять фа соль ля соль фа и прийти в тонику соль получается вторая часть фраза вот так будет звучать и вот здесь ее завершить логично и можно это сделать не уходя то есть туда вверх по оригиналу на ноту ре на скачок поэтому вот из этих буквально трех нот можно сделать именно вот такой вот скажем маленькое произведение если вы это сможете то считаете что ваша мечта какая-то часть мечты осуществлена потому что уже узнаваемо уже что-то играется и вообще это очень здорово получилось получилось что-то получилось даже может быть лучше что-то конечно ну хотелось бы доработать а дальше уже оттачивать конечно вот таким допустим звуком играть будет не не то что неудобно а непонятно что будет звучать допустим таким то есть вот так вот не рекомендуется все-таки над звуком отдайте хотя бы несколько мгновений тому чтобы правильно его сформировать и понять нотки должны различаться по высоте интонации друг от друга и получится мелодия сыграю ее полностью а 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 вот что должно получиться при хорошем так скажем раскладе я сейчас сыграл в своем темпе со своим так скажем душевным вкладом вы делаете все по-своему стремясь конечно к более лучшему и к оригиналу так скажем да к совершенству можно играть медленнее можно играть как вам угодно брать воздух где вы да а потом уже все скомпоновать воедино и старайтесь если уж да при таком моменте сделать таким образом хотя бы вот по этим фразам дыхание брать по две три ноты пропели первую фразу можно взять дыхание если у вас достаточно дыхание берите дыхание между уже как бы там чувствуется по логике а а а а можно взять здесь дальше а а а то есть от каждой ноты вы играете от соль играете на одном дыхании следующая нота идет фанец вот перед ней можно взять дыхание сыграли пришли на нее дальше перед ми дыхание сыграли пришли и вот эту ноту до когда идет а а а желательно потянуть ее потому что там поется все таки и вот получается такая вот незамысловатая самая я думаю на мой взгляд простая мелодия поэтому берите быстрее дудки в руки и занимайтесь занимайтесь я думаю у вас должно получиться потому что я видел этот живой пример и при таком вот желанию порции пожалуйста можно запросто сыграть такую мелодию и плюс ко всему конечно желательно чтобы рядом с вами был человек либо профессионал либо хотя бы знающий что-то как это правильно можно извлечь как правильно звук чтобы подсказал если вы будете одни то вам будет немного сложнее на этом все желаю вам все таки сыграть ее то есть осуществить эту мечту и если у вас прям вот получится классно захотите кидайте мне на почту либо вконтакте в общем я оставлю ссылочки мне было бы интересно посмотреть действительно у вас получится то есть ну допустим сколько вы занимаетесь сколько ну какой стаж у вас так скажем да игры на саксофоне либо вы с нуля и как у вас звучит как у вас вообще все получилось и может быть даже возьму там пару каких-то ваших роликов да кто там более-менее и разберем такой же сделаю видео обзор что-то может быть подкорректируем будет кстати интересно в таком вот режиме поработать все спасибо всем приятных занятий и хорошего звука и и и и и и и и и КОНЕЦ КОНЕЦ